всем огромный привет друзья решила немножко снять сейчас направляемся мы магазин два колеса мы приобретали там велосипед в прошлом году и пришло время подтянуть спицы так как мы его на дачу отвезем на даче на нем катаюсь ездию с продуктами без велосипеда никак вот поэтому надо его как техас внутрь пройти решила немножко показать прогуляться улиц нашим многим нравится наш город кто смотрит из других городов говорят красивый но честно мне он и самой очень нравится мы жители его любим с каждым годом украши и краше у нас город небольшой примерно 350 тысяч жителей он находится недалеко от волгограда местные волгоградская область знают об этом волгоград от нас через полку так что мы соседи ближние с нашего берега проглядывается волгоград так что это наши соседи ближние практически мы волгоградцы младшая дочка закончила уже школу вчера сегодня у нас в городе нет холодной воды сегодня у детей отдых от школы у старшеклассников у нас старшеклассники завтра продолжают учиться хотя многие школы у нас уже на каникулах не знаю кто это распоряжается что продолжают учиться а кто-то уже на каникулах сегодня у нас уже 26 мая старшеклассники учиться до 31 у нас и мы собираемся уже наконец-то на дачу здесь уже квас во всю продают уже давно наверное месяц назад как мы идем по новой части города здесь в основном вот девятиэтажки пятиэтажки панельные что мне очень сильно не нравится вот такие вот сейчас стали разукрашенные дома я такие очень не люблю мне нравится больше в старой части города где две три ну два три этажа старые постройки обычные бежевые цвета желтоватые никакие такие вот разноцветные у нас любят все так разукрашивать но я так не люблю все-таки такие спокойные всегда лучше они думают если они разукрасят такого цвета будет вестелее жителям так сейчас мы направляемся там у нас впереди находится речка река от волги называется ахтуба а через нее уже начинается волга на том берегу у нас дачи тоже у людей добираются они по мосту по реке переправы потому что в той стране у нас пойма вот чуть левее у нас там пойма находится москвичи приезжают часто к нам на отдых в пойму им нравится наша природа но у нас так жарко что для нас это норма 40 летом 40 бывает 43 а то и 46 так что для нас 30 это прохладно сегодня хорошо сегодня у нас 20 сегодня мы даже в кофточках если бы вот спросили меня хотела бы я жить в другом городе в России наверное нет в Москву как бы я не рвусь многие рвутся в Москву убежают от нас местные жители но мне больше нравится Санкт-Петербург Екатеринбург ну я наверное поклонник своего города если бы спросили в какую другую страну наверное моя вторая страна это Швеция я поклонник Швеции если бы у меня была возможность уехать оттуда я бы уехала в Швецию там у меня друзья живут уже много лет обзавелись семьей в общем там жизнь все для людей в плане заработка работа отношений людей начальство там не показывают свой верх они наравне на уровне с простыми рабочими так же добираются на работу на велосипедах в костюмах богачи не выставляют свою богатство на показ как-то сняются скрывают это даже в отличии от нашего народа у нас народ если имеет деньги он старается показать это чтобы все видели там такого нет там люди берегут природу разделяют мусор когда у нас появились баки мусорные для разделения пластик стекло бумага я конечно стала разделять но это все недолго убрали вскоре потом мне сказали что контейнера для пластика когда приезжает машина забирает мусор она его сгружает в общий мусор то есть и простой мусор с контейнерами с контейнеров и вот эти вот пластиковые отходы больше я не разделяю просто я потом увидела сама уже смысл не вижу тогда пусть сперва организуют все для разделения мусора пищевые отходы мы собираем всю зиму собираем это очистки картофельные луковые скорлупа яичная чайная заварка все это мы собираем и везем на дачу в компост все это удобрение а вот разделение мусора конечно бы неплохо все таки наша природа и так загажена хочется уже конечно чтобы все у нас стало чисто улицы чистые воздух у нас много промышленности в том числе у нас заводы химические химия шинный также зоз трубный подшипниковый завод конечно у нас не очень экологически чистый воздух у многих аллергии местных жителей но мы уже как-то привыкли все таки сейчас следят на уровне вредных веществ выбросов и зелени у нас очень много дорогие возвращаемся уже обратно у нас такой ветер сильный надеюсь меня слышно зря мы сходили нам сказали что все у нас хорошо и спицы у нас в идеальном состоянии в общем ничего нам не пришлось сделать что купили мы смазывать цепь специальную такую жидкость масло для велосипедов сказали автомобильным ни в коем случае нельзя цепь нужно протирать зубной щеткой с бензином хорошенечко а потом смазать вот этим маслом так что вот мы белопрогульщики белоспециалисты ничего не знаем но спасибо вот где покупали нам все посмотрели сказали правда единственное что нам подтянули тормоза немножечко поправили а так у нас все хорошо можно кататься мы покупали в том году велосипед называется Десна его делает завод стелс в общем хвалили стелс вообще мне нравится китайский конечно я никогда бы не купила а вот наш производитель стелс хороший велосипед сделает Десна это тот же стелс называется только Десна но он не хуже так что без велосипеда на даче совсем никак от нас магазин очень далеко находится пешком за хлебушком за молочком не находишься у нас там три километра до основного магазина там есть правда павильон где-то до него может быть около километра но тоже пешком когда жарко дети все время просят то сладкое там у нас продают в принципе все и колбаса есть такой местный дачный павильон спасибо что хоть они появились на дачах раньше этого не было там их хлебушек сюда свежий привозят ну и цены не очень дорогие закупаются они в светофорах я так поняла продукты так что теперь мы в полной готовности полностью готовы на дачу осталось только дождаться пятницы наверное 31 числа я ребенка не пущу просто в школу смысла нет там только классный час будет так что буду теперь снимать на дачу прогулки основные основные до скорых встреч в новых видео спасибо что смотрите ой какой ветер у нас правда на этом я пока закончу из-за ветра плохо не поговоришь так что всего хорошего всем сил удачной сезоне берегите себя не перетруждайтесь в жару лучше конечно не работать отдыхать никуда она не денется трава надо работать в удовольствие так что я говорю маме нет желания нет всего чувствуешь нет здоровья то и не стоит надо с удовольствием делать все спасибо спасибо Продолжение следует...